Добрый день! На 12-м канале час новостей в студии Валентина Шемякина. И вот о чем мы сегодня расскажем. Представят лучшие разработки своего города. Амичи работают на крупнейшей выставке производственных инноваций Иннопром. Помощь родных помогла встать на ноги и вернуться к привычной жизни. Больше всего хочется. Ребеночек лучше еще. Селу Духа Читы Леонтьевых отметили губернаторской премией. Расскажем, кто еще получит награду в День семьи. Служить отчизне в родных краях. Я очень рад остаться в городе Омске, так как семья, считай, в городе. А еще в перспективе получить профессию и работу омские призывники пройдут службу на крупнейшем оборонном предприятии Сибири. Последние приготовления. Огонь, который откроет королеву спорта, доставят в столицу праздника по воде. Пламя пройдет сотни километров на легендарной яхте. Вместо дивана – зеленая лужайка. Этот кинозал сегодня не похож ни на один другой в городе. Атмосферу полумрака создает вечернее, покрытое облаками небо. Амичи знакомятся с легендами кинематографа под открытым небом. О промышленном туризме и непроизводственных инновациях омичи расскажут на крупнейшей выставке «Инопром». Она стартовала в Екатеринбурге сегодня и продлится до 11 июля включительно. Главная тема форума – технологическое партнерство, формируя образ будущего. В деловой программе участие примут специалисты со всей России, а также представители из 50 иностранных государств. Делегацию из Омской области возглавляет губернатор Виталий Хаценко. Всего в программе около сотни мероприятий. Это круглые столы, дискуссионные площадки и пленарные сессии. Они посвящены инновациям в промышленности, глобальному инженерингу и технологиям развития транспортного машиностроения. В главной стратегической сессии, посвященной международному партнерству, заявлено участие председателя правительства России Михаила Мишустина, а также представителей Белоруссии, Таджикистана и Киргизии. К другим темам – ЧП в Порт-Артуре. Дерево обрушилось прямо на припаркованный автомобиль. От удара машину фактически расплющило. Огромное прямо дерево. Обойти его вот так вот надо столько. А машина стоит под деревом. Инцидент произошел, когда люди находились в мечети. К счастью, из людей никто не пострадал. А вот ремонт авто обойдется хозяину в копеечку. Повреждены бампер, крыша и окна иномарки. Интересно, что тополь был старый, но не аварийный. Как выяснилось, бесхозный. Поэтому убирать его людям пришлось своими силами. Вышли посмотреть, стоит припаркованная машина. Здесь вот мечеть, собираются на мероприятие. И один из гостей поставил машину, чтобы все заставлено было. Он сюда поставил, рядом с домом. И в этот момент вот упало дерево. Ни с того, ни с сего. Предпосылок никаких не было, что оно гнилое или накосилось, накривилось. И мы все вышли, естественно, помогать. В эти минуты семьи Омской области получают награду ежегодной премии губернатора «Семья года». Торжественная церемония проходит в концертном зале. В списках 9 номинаций. Награды, приуроченные к Дню семьи, любви и верности, уже по традиции, вручение премии проходит именно 8 июля. Одни из номинантов семья Леонтьевых из Черлакского района супруги и сын проявили настоящее мужество, когда глава семейства получил серьезное ранение в ходе спецоперации. С подробностями Регина Бузарова. День Сергея Леонтьева начинается не как у всех. Первое, что мужчина делает утром, надевает протезы. Сергей – ветеран боевых действий. Обе ноги потерял за ленточкой. К новому образу жизни приспособился быстро. Весь процесс занимает всего пару секунд. Поддерживает супруга Анна. Все, надел. Можно бегать, прыгать, ходить. Сергей шутит, говорит, за ним не угнаться. В протезы ходит в чуть больше полугода. Рассказывает, после реабилитации первого шага ждал. Казалось, вечности родные поддерживали каждую минуту. Такой какой-то трепет, когда он первый раз видео это прислал. Это были такие эмоции, конечно, прям не описать. Тяжелейшие испытания преодолевали вместе. После ранения на службе казалось, что жизнь разделилась на до и после. Сергей в буквальном смысле учился заново ходить. Но огромное желание снова встать на ноги и вернуться домой уже не на коляске, а на ногах взяло верх. Жизнь-то продолжается, надо дальше двигаться. Все новое преодолеваешь, интереснее и интереснее, наоборот, становится. У меня как-то по-другому все. Некогда было задумываться о чем-то таком, что вот жизнь закончилась. Сергей в протезах уже привык. Сидеть сложа руки не может. Домашними делами занимается сам. Ловко справляется даже с ремонтом. Помогает и сын Влад. Супруги вместе 12 лет. Теперь строят грандиозные планы. Но о самых заветных говорят тихо и с трепетом. Может, всего хочется. Ребеночка под быстрее еще. И ребенок, и путешествия охота, и ремонт доделать охота. Все охота. Завидное терпение, выносливость и оптимизм привели семью к награде в ежегодном региональном конкурсе «Семья года» в номинации «Преодоление». Для супругов это стало большим сюрпризом. Готовятся с волнением. Анна бережно утюжит форму мужа. Не забывают про награды и шевроны. Подожди, я забыла. Вот эти вот здесь должны быть, да? Я тебе помогу. «Преодоление» – одна из девяти номинаций ежегодной премии губернатора Омской области «Семья года». Свои награды получают молодая и многодетная семья, династия, семейное дело, золотая, социально-активная, приемная семья и семья-хранитель традиций. Регина Абузарова, Дмитрий Алдыгепченко, 12 канал. Этот год в России объявлен президентом Владимиром Путиным «Годом семьи». В связи с этим, как в стране, так и в нашем регионе вводятся новые меры социальной поддержки. Сейчас в Омской области таких действует около ста, в том числе девять видов пособий и выплат, единовременные и ежемесячные. Семь из которых финансируются из областного бюджета. Единое пособие в области получают почти две тысячи беременных женщин и родители – 145 тысяч детей. Для многодетных семей продолжает действовать компенсация на оплату коммунальных услуг и бесплатный проезд. Кроме того, сегодня в 17.30 стартует большой парад семей. Шествие пройдет от Свято-Никольского собора по направлению к скверу имени Дзержинского. Там же в центре города состоится концерт, а для детей установят спортивные игровые площадки. Множество мероприятий проходит и прямо сейчас. Часто днем в них уже приняли участие более 20 тысяч жителей Омской области. Творческие мастер-классы проходят в детских садах, домах культуры и оздоровительных лагерях. Так, например, в штабе общественной поддержки «Единая Россия» сплели десятки браслетов из бисера. В каждом орнамент со словами поддержки «Мы вместе ждем вас дома», «Победа будет за нами», «Все изделия» передадут бойцам за ленточку. Ведь именно крепкий тыл помогает военнослужащим на передовой не терять силу духа. Между тем, ребята помладше работали с педагогами Центра дополнительного образования. Они сделали открытки в смешанной технике акварели и аппликации. Мы с удовольствием пошли для того, чтобы поучаствовать в таком мероприятии. Очень интересно сделали сегодня красивые открытки, которые отправлены нашему папе туда, на СВО. Ему будет очень приятно. Сегодня общественная организация «Рука об руку» и «Детский кораблик» организовали мастер-класс по созданию браслетов из бисера с добрыми положениями. И мы, молодые вардицы, приняли в этом участие. Данный концепт будем использовать в дальнейшем для работы с многоедренными семьями, а также с другими организациями. Музей под открытым небом появится в городке нефтяников. Шедевры на фасадах многоэтажек в окраине «Модерн» создадут участники первого в Сибири международного арт-фестиваля «Омск. Ты просто космос». Это художники из России, США, Мексики, Италии, Испании и Бразилии. 50 авторских муралов украсят советский округ. Уже составлена карта с адресами и изображениями, которые появятся на фасадах многоэтажек. Еще 50 муралов иностранные авторы создадут в других округах города. При этом каждая работа будет согласована с жителями. 30 солдат-срочников из призыва этого года будут служить в составе научно-производственного взвода Омского завода транспортного машиностроения. Митинг прошел на территории предприятия. Поддержать будущих бойцов приехали родные и друзья. 10 новобранцев – уже действующие работники производства. Это слесари-механики, технологи, операторы станков с программным управлением и токари. За время службы призывники пройдут обучение по огневой, тактической, медицинской, инженерной подготовке, а также освоят правила использования вооружения, военной и специальной техники. В течение всего срока службы солдаты будут закреплены за воинской частью в Кировском округе. Отмечу, что это уже второй набор призывников на Омск-Трансмаши. Сейчас службу завершают 20 срочников. После они приступят к исполнению своих обязанностей на предприятии. Добавлю, что Омск-Трансмаш является одним из крупнейших предприятий оборонно-промышленного комплекса в Сибири. Я очень рад остаться в городе Омске, так как семья в городе. Со всеми могу видеться, со всеми могу также поддерживать связь. Это удобно, потому что я не утрачу свои навыки производственные. Сибирская земля всегда славилась ребятами, воинами, которые для Отечества несут военную службу. Именно сибирские ребята составляли основу всех полков, дивизий, которые выполняли боевые задачи на различных фронтах, в различное время, в различные периоды существования нашего государства. И поэтому на сегодня наши ребята, которые идут на призыв, тоже с честью и с достоинством несут службу на благо нашего Отечества. В Омской области назначили нового министра здравоохранения. Им стал главный врач онкологического диспансера Дмитрий Маркелов. Как отметил губернатор Виталий Хаценко, Дмитрий Анатольевич имеет большой опыт работы в сфере здравоохранения и может скоординировать работу министерства так, чтобы в период старта новых национальных проектов максимально воспользоваться федеральной поддержкой в интересах региона. Добавлю, что Дмитрий Маркелов окончил Омскую государственную медицинскую академию. С 2017 года работал заведующим хирургическим отделением в Омском онкодиспансере. А после обучения в рамках президентской программы подготовки управленческих кадров с 2019 возглавлял это медучреждение. Омичи смогут посетить Всероссийский фестиваль уличного кино. В нашем городе он пройдет 20 июля. В парке имени 30-летия в ЛКСМ гостям представят картины с участием известных звезд. Но атмосферу кинотеатра под открытым небом омичи уже успели прочувствовать. Кинотеатр открылся в центре города у Ленинградского моста. С места событий моя коллега Ольга Седычева. Оживленные трассы на контрасте с природным пейзажем. Этот кинозал сегодня не похож ни на один другой в городе. Атмосферу полумрака создает вечернее, покрытое облаками небо. Лето, влюбленные пары и кино. Это место сегодня больше похоже на сцену из советского фильма. В кинотеатре под открытым небом «Аншлаг» свободных мест почти нет. Но для зрителей это не проблема. Фильм готовы смотреть даже стоя. Пожить еще немного. Мир посмотреть. Вон сколько интересного. На экране фантастическая комедия советского кинематографа. Киноленты того времени омичам полюбились больше всего. Валерия Нестеренко признается, киноискусством начала интересоваться недавно, но показ под открытым небом теперь в сердце навсегда. Атмосфера потрясающая. Советское кино – это вообще классика. Анастасия не особо была знакома. Вот знакомимся. Все потрясающе, отлично организовано. Уличную киноромантику в нашем городе Дом кино создает уже больше пяти лет. За это время показывали самые разные жанры, рассказывают организаторы. Документальные, научно-популярные и исторические. Самый большой отклик у зрителей находит классика. Десятки людей приезжают сюда из разных уголков города. Оборудование у нас самое обычное. Это ноутбук, обычный проектор и совершенно обычные колонки. Но благодаря тому, что у нас экран расположен к дому, получается, эхо отражается дома. И благодаря этому такая немножко, знаете, камерная обстановка получается. Поэтому хорошо слышно довольно-таки. И дорога редко мешает. В афише этого года, кроме советской классики, мелодрамы, комедии, мюзиклы, все сеансы бесплатные. Киноплощадку найти просто. Она расположена на набережной в сквере Дом кино у Ленинградского моста. Несмотря на то, что сегодня прохладный вечер, здесь совсем не холодно. Тепло исходит буквально от самой обстановки. Проникнуться атмосферой кино под открытым небом может каждый желающий. Показы будут проходить по пятницам в 21.30. А уже 20 июля амичи смогут посетить масштабный фестиваль уличного кино. Пройдет он в парке культуры и отдыха имени 30-летия ВЛКСМ. Вход свободный. Ольга Седочева, Павел Окохов, 12 канал. Этой осенью планируют сдать важный объект – долгостроено Левобережье. Сейчас многоквартирный дом на перелеты готов на 40%. Как рассказали в региональном Минстрое, квартиры в нем ждут 167 дольщиков. Каркас дома, внутренние перегородки и лифтовые шахты готовы. Сейчас строители устанавливают окна, монтируют инженерные системы, электропроводку. Добавлю, что для решения вопроса обманутых дольщиков в регионе действует несколько программ. Достройка проблемных домов, денежные компенсации и предоставление квартиры жилищного фонда Омской области. Слияние двух стихий воды и огня экипажу флагмана Омского парусного спорта «Яхты Сибирь» доверено доставить в Тару «Факел», от которого уже в предстоящую пятницу в чаше на стадионе «Олимп» вспыхнет пламя областной королевы спорта. Среди провожающих яхту в путь по Иртышу была и наша съемочная группа. Подробности у спортивного обозревателя 12-го канала Алексея Дарьева. Огонь, вода и легендарная яхта. Пламя, от которого вспыхнет «Факел» королевы спорта 2024, будет доставлен в столицу Спартакиады – Тару, на яхте «Сибирь». Оно было зажжено от вечного огня в парке Победы и доставлено к Омской крепости. Здесь прошла церемония передачи «Факела». Эта эстафета огня символически объединила разные поколения. И совсем юных омичей, и тех, кто более полувека назад стоял у истоков областных Спартакиад. Это кусок моей жизни, поэтому оно уже внутри меня, и просто без этого я, наверное, не представляю и не мыслю свою жизнь без этих праздников. Я счастлив тем, что когда-то, нечаянно будем говорить, придуманное мероприятие превратилось сегодня, я думаю, в огромное общественно-политическое событие. В Тару экипаж «Сибири» прибудет 11 июля. А уже на следующий день огонь королевы спорта, доставленный по Иртышу, вспыхнет в чаши на стадионе «Олимп». Для экипажа легендарной яхты и ее капитана Сергея Щербакова это будет не первый подобный опыт. Ранее яхтсмены уже доставляли огонь королевы в столицу праздников в 2014 году. В 2014 году также мы доставили в Черлак именно факел и зажгли нашу областную олимпиаду от факела, который мы привезли на яхте «Сибирь». И сейчас, я думаю, мы с честью выполним вот эту задачу, вот эту миссию и вовремя доставим факел в Тару. Здесь, конечно, расстояние в два раза больше, чем до Черлака, но я думаю, мы управимся, у нас есть запас по времени, мы постараемся все сделать наилучшим образом. Ну а Тара ждет. Старинный сибирский город готов встретить гостей. Предстоящая королева спорта станет главной изюминкой двойного праздника, который торчане, а вместе с ними и все жители Омской области отметят в предстоящие выходные. Праздник, он проходит в даты празднования Дня города и, конечно, двойной праздник Тара готовится очень основательно. Готовятся не только спортивные объекты, но и весь районный центр, сам район. Поэтому уверен, что все гости, которые туда приедут, будут довольны, обязательно понравятся. По традиции, прямую трансляцию торжественной церемонии открытия областного праздника Королева спорта Тара 2024 можно будет увидеть на нашем канале в эту пятницу, 12 июля в 16 часов. Алексей Дарив, Дмитрий Хромцов, 12 канал. 12 канал впервые примет участие во Всероссийском кинофоруме в Калининграде. Это площадка, на которой проходят встречи, знакомства, студии со всей Россией, федеральных и международных экспертов. Участие в мероприятии примут представители органов государственной власти, киноиндустрии, деятели культуры, искусства, IT-сферы и бизнеса и СМИ. Всего около 200 человек из более чем 30 регионов нашей страны. Добавлю, что наш медиахолдинг в киноиндустрии известен проектами «Я иду тебя искать», «Покоривший космос», «Поэт Никто» и другими. Вы знаете, что мы сейчас в данный момент снимаем фильм «Вальс со смертью». И часть съемок будет происходить как раз в Калининграде. И я должен задружиться с представителем кинокомиссии, чтобы помогли нам с локациями, да, и с помощью организации съемок и так далее. Конечно, для меня и для нас это очень важная поездка. Но и в целом себя показать. Хотим показать, что в Омске есть кино, в Омске есть что снимать. Ну и почему бы и нет, может быть, в будущем и мы сможем создать свою кинокомиссию. К нам будут приезжать режиссеры, именитые режиссеры, да, и продвигать наш регион. Дрался на льду за Омск, победил по очкам, но все равно покидает наш город. «Авангард» продолжает чистить состав за два месяца до 100 сезонов КХЛ. Омский клуб обменял 27-летнего защитника Романа Абросимова в «Нефтехимик», получив замен права на нападающего Дмитрия Злодеева. Игроку 22 года, он провел 20 матчей в КХЛ за «Спартак». В прошлом сезоне играл за океаном в АХЛ фарм-клубе Ванкувера. Отметим, что получение прав не означает автоматического заключения контракта. Соклашение со Злодеевым у «Авангарда» пока не подписано. Далее прогноз погоды, но все наши новости доступны в социальных сетях ВКонтакте, Телеграме, Одноклассниках и на Ютубе. Найти их можно и на сайте 12-й канал.рум. Также вы можете предложить свои новости, прислать их нам по электронной почте или позвонить в редакцию. По телефону 695-641. Оставайтесь с нами. Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса. 106,2 FM в Омске. Если радио, то максимум 105 FM в Омске. Спонсор выпуска – автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Академия ТОП». Компьютерная «Академия ТОП». И о погоде. Завтра, 9 июля, в Омске малооблачно. В ночное время плюс 15-23. Днем 21-24 градусов выше нуля. В районах переменная облачность ночью 13-17. Дневная температура 21-25 градусов выше нуля. Ветер северный 4 метра в секунду. Атмосферное давление составит 749 мм ртутного столба. Приглашаем детей в незабываемый IT-лагерь Компьютерной «Академии ТОП». За две недели детей ждут создание игр и роботов, 3D-моделирование, фото- и видеосъемка. Компьютерная «Академия ТОП». Маршал Жукова 101, корпус 1. 70 лет октября 12, корпус 1. Телефон 90-63-91. На этом у меня все. Увидимся в эфире 12-го канала. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова